Секрет счастья? Улыбаться почаще, да. Улыбаться все время в хорошем настроении. Не обращать внимания на идиотов. Извините. Почему это какие-то власти секрет счастья? Можно ли рецепт? Не знаю, лениться не надо. Нужно пониматься и делать, и все. Нужно жить по совести. И будет счастье. Работать, радоваться жизни. Вот и секрет. От всех малых удовольствий радоваться и радоваться и радоваться. Учимаете какой-то властный секрет счастья? Такий рецепт, который вы могли бы поделиться с другими. Что нужно делать? Ничего. Счастье внутри нас, любить людей, делать им добро. Нужно в 10 часов ложиться спать, утром просыпаться, делать зарядку и кушать овсянку. Как я уже сказала, до нашей студии завитала гостя и готова рассказать, где же его шукать, то есть счастье. Тоже, встречаем. Прибегла через сніговые заметки. Анна Демир-Полат, наша постійна гостя, семейный психолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас в нашій студии. Вітаю вас із цим святом, Міжнародним Днем Щастя. Спасибо. Взаимно так же вас оздоровляю. Але хочется одразу спитати, чи є воно взагалі таке щастя? Що таке щастя, його поняття? Чи можна взагалі казати, я щаслива? Розкажіть трошки про це. Слава Богу, наука психологія берет свои корни з філософії, потому що власний вопрос на самом деле дуже філософський. Що таке щастя? Ну, первое, що можна сказати, кожен чоловік воспринимає його по-своєму. Для кожного щастя своє. Але, тим не мене, в психології ми так же двигаємся. Например, коли ми роботаємо з чоловіком, то у чоловіка є определенний запрос, чого він хоче в житті. Нам потрібно це прояснити. Коли ми розуміємо, чого він хоче, ми к тому і двигаємся. Можуть. Хоча на самом деле человек може думати, що щастя він обретє в чому-то одному, але на самом деле приобретає щастя в другому. Якщо говорити о психіки чоловіка, то я, як юнгянський психолог, я когда-то упоминала вам про це. Коєй такий був Юнг? Юнг був учеником знаменитого психолога, основателя, в принципі, психологічної науки, Зимонда Фрейда, но який немножечко пошел другим путем. І вот він як раз і говорив о том, що чоловік проходить определенний путь, у нього є определенні задачи. Цей путь він называв путем ініціція, то є путем, де чоловік взрослеє. Цей путь, коли чоловік, з'помоєю своєго внутрення розвиття і взрослення, становиться щастливим. І що інтересно, що цей путь не буває завжди однозначним. Об'язательно на цьому путі сначала чоловік проходить определенні испытання. Ще є така метафора у нас в інгіанській психології, як путь героя. Тобто, щоб стати щастливим, треба пройти якісь випробування ще? Смотрите на всі наші народні сказки. Що відбувається там з героїнями і героями? Об'язательно, да, що-то відбувається, якісь трудности. І герой, наприклад, для того, щоб обрести статус щастливого, успішного чоловіка, обязательно проходит якийсь путь. Тобто, він відправлюється в що-то неведене, наприклад, в дремучий лес, в океан, то є за поиском чогось, що він хоче знайти. Іногда це спасти свою девушку, свою невесту, принцесу. Іногда це спасти королівство, от чого-то, от неприятностей. Іногда самому стати сильніше і вирасти в чому-то. Але вот якраз в цьому путешестві, з чим навстрічається герой? Ідет он в дремучий лес, він збачається там з бабою Гой, з якими-то старцами, з якими-то жителями леса, з драконами. То є йому приходиться бороться. Тільки преодолев це все, пройдя вот этот непростой путь, він приходить, какой-то приз, це или клад, или приобретение какой-то силы, як часто із Іванушки-дурачка становлюсь королем. І, наприклад, із простушки, із девушці, яка потеряла свій статус, наприклад, який у нее був, приобретение цього статуса красавиці, умниці, умеліці, і в результаті даже королеви. Психологічні о чому це говорить? О тому, що ми проходимо в нашій жизни це путешествие, путешествие длиною в житті. І на цьому путешествію у нас є определенні задачи розвития. І то, як ми їх будемо проходити, скорей всього, і зависять то ощущение счастья, яке буде внутри нас. То есть, коли ми достигаємо, конечно, вот этого результата, то есть главний герой, обретая вот этот подарок, обретает, как будто вот это вот счастье. Но скажіть, ми ж не рождаємося для того, щоб только гнаться за этим счастьем, що счастье — только цель, і ми за ним йдем, і це наш путь, і ми только видим вот счастье, счастье впереди, впереди. Знаєте, є така інтересна карикатурна картинка, коли ослик бежит, по-моєму, у нього на удочці впереди привязана морковка. І вот він хочеть скушати цю морковку, він за нею бежит-бежит, але він ніколи її не достанет, тому що він видит где-то счастье впереди. І тогда о чому це говорить? О тому, що для приобретення счастья, действительно, чувства счастья, ми не можем смотреть только вперед, вот так вот туннельно, то наш взор должен расшириться. Тобто треба помічати ще те, що на втруге… Ну, опять же, давайте понятие счастья. Что это? Это состояние удовлетворенности, да, собой, своей жизнью, того, що відбувається вокруг мене. Таке некое состояние более-менее комфорта. В психології, в принципі, задача основная, да, при консультированні, психотерапії, это помочь человеку чувствовать себя уверенным в жизни і ощущать опору не на кого-то в жизни, да, а уметь самому себе вовремя поставити стульчик, если надо присесть. То есть позаботиться о себе і ощутити вот эту вот опору. Ну, таким образом, счастью, мы приходим к тому поняттю, что это удовлетворенность жизни. Ну, вот то, что я сказала в самом начале, то, конечно, человек исследует жизнь, как она устроена, в конце концов, очень желательно, чтобы он понимал, да, что это определённый всё-таки путь, который мне придётся пройти. И, конечно, если я иду, отправляюсь в этот путь, то я должен быть к нему хотя бы чуть-чуть готов. Ну, в каком плане, да, то есть уметь выдерживать вот те испытания, которые мне предлагает жизнь. Если говорить о сегодняшнем, да, о человеке, о современном человеке, то часто человек думает, что он обретёт счастье в какой-то цели, которую вот он перед собой ставит. Внешняя цель, да, какая-то. Ну, например, мы рождаемся, естественно, там, девушки хотят выйти замуж, мужчины хотят реализовать себя в карьере. Очень часто сегодня много различных таких вот передач о том, как заработать побольше денег, да, то есть, или как достигнуть действительно богатства в своей жизни, как его обрести. И тогда человек увлекается вот этой вот задачей, внешней какой-то. Но мы должны всегда помнить о том, что ведь мы так устроены, что есть внешний мир, с которым мы взаимодействуем, и в котором мы себя предъявляем, и в котором нам нужно тоже что-то делать, потому что это общество, мы с ним встречаемся, да. Но также есть и мир внутренний. И вот интересно, что в психологии, вот в юнгианской психологии, есть такой момент в жизни каждого человека, когда или девушка, или мужчина встречаются с вот этим дремучим лестом, или ещё такой метафорой, как пустыня. То есть когда-то, в какой-то момент, вот то наслаждение, которое даёт жизнь, например, да, вот пустыня, а за ней стоят красивые леса, зелёные, луга и леса. И хочется остаться вроде бы в этой части, да, мира, но когда-то ты встречаешься с новой частью. И если перенести это в контекст души, да, то есть душа когда-то получает удовольствие в мире, во внешних каких-то удовольствиях, да, то есть в проявлениях мира. Но когда-то душа встречается с вот этой вот пустыней. То есть это говорит о том, что наше внутреннее состояние, наша внутренняя психика всё равно нуждается в каком-то развитии именно внутреннем, да, поиске себя. То есть часто, например, такие переломные моменты случаются с человеком, когда он понимает, например, что работает на какой-то работе, да, и которое, ну, абсолютно ему никакого удовольствия не приносит, да, и нужно хоть что-то найти для себя, чтобы какую-то душу, ну, может быть, хобби. Или, например, человек действительно понимает, что в жизни он не реализовывается, то есть он не находит никакого удовлетворения от жизни, да, ничего ему не приносит радость. Даже, например, есть семья, есть достижение определенного уровня достатка, да, есть вроде бы как и друзья, и всё хорошо, но человек себя не чувствует счастливым. Кстати, вот из клиентских, да, таких вот случаев, например, да, есть такой случай, у меня приходит женщина, ей около 45 лет, но она постоянно находится в состоянии неудовольствия от жизни. У неё прекрасный муж, она говорит, у меня муж, который там замечательный, всю жизнь меня поддерживал, но если посмотреть мои фотографии, вплоть до того, там, от моего молодого возраста, до того периода, когда я родила детей, на всех фотографиях я выгляжу какой-то несчастливой и несчастной, да, то есть я не чувствую этого счастья. То есть тогда это говорит о чём? Что те внешние факторы, которые вокруг неё сложились, всё-таки не приносят у неё удовлетворения. И каждый раз, получая, смотрите, каждый раз достигая новой цели, которая нам кажется, всё, вот это я должна застичь, я получу счастье, удовольствие, радость от жизни. Ну, заметьте, да, вот получаешь что-то конкретное, достигаешь этого, какой-то период удовлетворения от этого остаётся, но и потом оно куда-то уходит, это ощущение счастья. Что происходит, да? Вот мы как раз и говорим про исследование своего внутреннего мира. Что внутри меня? И если говорить про вот этот путь, да, то он может быть такой вот неоднозначный. То есть мы можем путешествовать, вот представьте себе там, вот, например, некоторых три дороги. Одна дорога более такая вот прямая, да, другая дорога, ну, разделим её на такой путь тёмный, там, покрыто всём раком, другой путь светлый, вроде бы там вообще всё кажется хорошо, да, то есть мы можем путешествовать из вот этих вот, идти выбирать там светлый путь, и вроде бы там хорошо, да, пройти наш путь, или тёмный, какие-то вещи делать, например, что такое светлый путь, да, то есть, но стремиться к нашему какому-то лучшему состоянию. То есть, например, там, я буду очень хорошим человеком, я буду в жизни делать всё только хорошо, только хорошие люди хорошие, да, вот какое-то общее, какое-то понятие, что вот так в этом устроено счастье. Но вот как раз, опять же, возвращаясь к психологии, к юнгианскому подходу, говорится о чём? Что человек рождается, и внутри него находится, как бы такой комплекс всего того, что в него вложено геномом, да, то есть его родом, то, что вложено в него, в принципе, всем нашим родом, да, человеческим родом, его генетической памяти. И человек, рождаясь, как бы может всё это реализовать, но когда он приходит сюда, на эту землю, то как будто его целостность распадается, то есть она распадается на две части. Ничего особенного, плюс... На роджерс и распадаешься. Да, 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 то есть это внутренний, да, вот мир. Когда он распадается, сначала мы как бы находим таком, да, младенец находится в неком таком блаженстве, он король, он самый главный, к нему все подходят, его все потребности удовлетворяются, он счастлив от жизни, да, но в какой-то момент наступает, да, взросление, когда тебе придётся что-то делать самому. И вот как раз вот момент, когда человек начинает себя осознавать, в психологии считается, то есть когда я начинаю говорить, например, «я», то я начинаю различать то, что происходит в мире. Есть «я», есть «не я». Есть «добро», есть «зло». То есть, да, мир как будто раскалывается на два кусочка. И вот в этой именно концепции мы начинаем жить и анализировать, и оценивать мир, да, что есть плохие, есть хорошие. Есть одной национальности люди, есть другой национальности, есть одной религии, и мы всё раскладываем, всё на какие-то противоположности. И вот это вот как будто какой-то путь. Есть что-то такое демоническое плохое, есть что-то божественное и ужасное. Но не зря же говорится о философах очень многих, да, о некой такой вот золотой середине. Что есть что-то среднее. И на самом деле, конечно, есть и та часть, и та часть. И вот как раз, если говорить о психике, о душе человека, то достижение счастья, то есть человек может себя почувствовать действительно целостным, один из моментов, это когда он заметит вот эту вот противоположность в мире и примет её как данность. Они начнут бороться за одну из каких-то сторон. Так, вот же, давай-то трошки пиццу моему. Отже, счастье існує, счастье є. Можно сказать, я счастливый. Это мае быть какое-то загальное задоволение, что ситуация, что происходит на округе. И треба найти свою золотую середину, чтобы достигнуть такого своего счастья, отримать. Слушайте, оскільки зрозуміло, ну, разумову за такий короткий час зрозуміло, що все ж таки є. Так, тож, друзі, давайте будемо працювати, напевно, за цією формулою, шукаємо якусь свою золотую середину, виходимо з тільки ось того тунелю, дивимо, що навкруги ваш. Решение свого круга. Да, дивимо, що все ж навкруги, щось ще є, щось щасливе, можна знайти своє, набути своє щастя. Дякую вам, що завітали, розказали, поділилися з нами цими секретами. Думаю, наші глядачі будуть ними користуватися. Нагадую, Анна Демір-Полас, сімейний психолог, завітала до нашої студії, розказала, що таке щастя і розказала формулу. До речі, забыла спитати, що ж для вас щастя? Для мене? Для мене это как раз внутреннее состояние удовольствия от жизни, когда каждый момент приносит тебе щастя. Вплоть до того, что утром ты наливаешь себе чашечку кофе и получаешь от этого удовольствие. А не мыслями где-то витаешь в том, какие у тебя планы, какие у тебя задачи, что тебе нужно делать. То есть это некое состояние присутствия в моменті сегодняшнем і наслаждение того, что у тебя є, а не розмышлять о том, що у тебя буде или не було, например, или что-то случилось, то, що тебе не нравится. А наслаждаться вот именно сегодняшній момент. Ось ще один приклад, що таки бути щастливим. Дякую, що завітала.